В городе начал работу еще один многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Прошло две недели с тех пор, как он принял первых посетителей. Наша съемочная группа узнала, сколько человек за это время воспользовались услугами МФЦ. Несмотря на то, что новое здание МФЦ функционирует всего с 15 августа, сюда успели обратиться уже около 2000 чебоксарцев. Наиболее востребованными услугами, а всего их более 170, оказались регистрация сделки с недвижимостью, услуги по замене и выдаче паспорта и назначению выплат пособий на детей. Доволен полностью, но и предложение есть. Первое предложение – стоянку расширить, потому что народу будет много по анализу центра, который в центре у нас находится. В принципе, чтобы все это можно было сделать интерактивно, то есть человек пришел, в течение часа получил услугу. То есть может записаться на будущее, но не ждать, допустим, пополняй, как в центре. Здесь пока здорово. В новом офисе действует 19 окон и еще 29 в МФЦ на Ленинградской. Но для чебоксар с его почти полумиллионом населением этого недостаточно. Поэтому в 2015 году ожидается открытие еще двух офисов в Новоюжном и Северо-Западном районах. Для чего это делается? Ну, во-первых, это делается для удобства жителей. И существуют нормативные документы, существуют федеральные законы по сравнению правительства, которые говорят, что на 5000 жителей муниципального образования должно быть одно окно приема жителей. С открытием центра на энтузиастов МФЦ города соответствует нормативу лишь наполовину. Но в 2015 году планируется полностью соответствовать федеральному законодательству. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика.